Как семейный бизнес Дональда Трампа уничтожил дюны в Шотландии? Во сколько обошлось президенту Грузии покурить в отеле? И зачем ливанцы отправили танки на морское дно? Об этом не только в нашем обзоре. Затянулся на 750 долларов. Президента Грузии Георгия Маргвелашвили штрафовали за курение в отеле во время официального визита в США. Инцидент случился еще в марте, сообщают грузинские журналисты. Штраф оплатили из государственного бюджета, за что СМИ теперь обвиняют лидера страны в нецелесообразной трате народных денег. Разрушительный гольф. Из-за строительства гольф-клуба Дональда Трампа на севере шотландского города Абердин частично разрушились официально защищенные песчаные дюны. Образцы рельефа были одними из лучших подвижных песчаных дюн в Великобритании, которые формировались 4000 лет. Всего было потеряно 68 гектаров геологических образований. Чудом избежал смерти в огне. Житель греческого побережья записал на камеру видео смертоносного пожара. На ролике видно, как пламя с огромной скоростью приближается к его дому. Мужчина успел отправить подальше от опасности свою семью, но сам остался со старым отцом, который отказался покидать дом. К счастью, им обоим удалось уцелеть. Нет худа без добра. В шведском городе Упсала местные жители превратили в бассейн затопленный подземный переход. Спуск возле центрального железнодорожного вокзала залило водой после ливня в эти выходные. Когда одни пассажиры пытались обойти водную преграду, другие достали надувные кресла и развлекались, пока спецслужбы не откачали воду. Премьер-министр Азербайджана спас жизнь человеку. Наврус Мамедов отговорил от попытки самоубийства мужчину, который намеревался броситься с автомобильного моста на оживленную трассу в Баку. Глава правительства узнал о происшествии по дороге на работу и велел ехать туда. Он по телефону отговорил бедолагу сводить счета с жизнью. Пробежка с адреналином. В Боливии в эти выходные прошел седьмой ежегодный забег по маршруту Дорога Смерти. Одному из самых опасных в мире. Его проложили в гористой местности еще в 1932 году. Длина дистанции 28 километров. Пощекотать нервы вызвались около полутора сотен смельчаков. К счастью, все успешно добрались до финиша. Танковый риф. В Ливане защитники окружающей среды утопили в Средиземном море бронированные машины. Их погрузили в воду с помощью кранов, чтобы создать искусственный риф для восстановления флоры и фауны, страдающих от чрезмерного отлова рыбы и климатических изменений. Ранее там же утопили бронетранспортеры и джипы. Искусственный риф также привлечет внимание туристов-дайверов.